Библейский портал экзегет.ру представляет 89-й псалом, он для библейского портала экзегет сейчас будет прочитан в перевозе Российского библейского общества И он продолжает 88-й, 87-й, 86-й, хотя под заголовок его как будто совсем этого не утверждает Молитва Моисея, Человека Божьего, то есть смотрите, это молитва, которая была сочинена задолго до Давида А может быть Моисей это вот такой литературный персонаж, то есть молитва, которая вложена в уста Моисея Я не знаю, потому что странно было бы, что вот этот текст Моисея составленным не вошел, скажем, в пятикнижи или где-то еще Может быть он передавался из уст в уста, может быть он каким-то образом дополнялся, видоизменялся Но вот смотрите, предыдущие псалмы 87-й, 88-й, они имели дело с такой вот очень мрачной историей А я напомню, что у нас еще такой был чудесный, 86-й, про Иерусалим, Иерусалим город, который будет самым славным И в 87-м все очень плохо, я в могиле, в 88-м Иерусалим разрушен, нас унижают, оскорбляют, порабощают окрестные народы И вот там сюда обыгрывается завет, который Господь заключил с Давидом Вспоминается он, и Господу даже с таким упреком говорит псалмопеец, где же этот завет? А Моисей до всего этого Моисей задолго до Давида, Иерусалима Это что-то самое основное Это история сотворения мира Вот так оно и будет в этом псалме Господи, Ты — наше прибежище из поколения в поколение Прежде чем родились горы, и Ты сотворил землю и мир от века и до века, Ты — Бог Ты возвращаешь человека в землю Говоришь людям, в прах возвращайтесь Для Тебя тысячи лет — день вчерашний, что примелькнул и ушел, или смена стражи в ночи Ты смываешь людей, как дождем, а они уходят, как сон поутру Как трава, что утром растет, цветет, а под вечер сохнет Так и мы, исчезаем от гнева Твоего, Твоя ярость приводит нас в ужас Ты грехи наши выложил перед собой, наши тайны пред светом лица Твоего Наши дни сокращаются гневом Твоим Наши годы пролетают, как вздох Сроки нашей жизни — семьдесят лет Для того, кто крепок — восемьдесят И большая часть их — мука и труд И все проходит, и мы отлетаем Кто может постичь силу гнева Твоего, но страх пред Тобою удержит ярость Твою? Научи нас жить так, чтобы сердце обрело мудрость Обернись, Господи, доколи, смилуйся над рабами Твоими Каждое утро насыщай нас милостью Своей, чтобы мы радовались и ликовали всю жизнь Даруй нам радость за все дни, что Ты карал нас, за годы горя Яви нам, рабам Твоим, величие Твоих дел, сынам рабов Твоих, слава Твою Да будет милость Господа Бога нашего с нами Угрепи наши руки во всех делах наших Направь, помоги А вот дело не в Иерусалиме Дело не в том, сидит на престоле потомок Давида или не сидит Мы умираем Мы все умираем 70-80 лет Это хорошо, если у кого 80 Ну, допустим, сегодня медицина шагнула вперед, десяточку прибавили, да? Сегодня кто крепок, там до 90 доживают Но редко кто И до 70 это не все И вот наши тайны при цветом лица Твоего Ты грехи свои наши выложил перед собой Ты смываешь людей, как дождем Мы исчезаем от гнева Твоего Кто может постичь силу гнева Твоего? Но страх перед Тобой удержит ярость Твою То есть единственное, что каким-то образом сдерживает эту ярость Это страх перед Богом А все остальное Никак А все остальное это просто путь от рождения до смерти Такой очень философский, мрачный псалом Авторит 87-го, где псаломопевец говорит Я сошел в ад И он говорит меня Ну, вшел Это, конечно, не совсем то, что наше понимание ада Выведи меня оттуда А здесь псаломопевец, как такой экклезиаст, говорит Да все равно всем там будем И о чем говорить еще Только обернись, смилуйся над рабами своими Он уже не говорит Вспомни завет, который ты заключил с Давидом Ты же сам обещал, и теперь не исполняешь Нет Ну, может быть, потому что Моисей Он как бы до этого завета Да, и, в общем, речь идет о вещах более базовых Но на самом деле Вот здесь Моисей Тот, кто описал сотворение мира Тот, кто Либо автор, либо, я думаю, скорее, лирический герой Этого псалма, чьи уставы вложены на молитвы Он просто напоминает всем остальным Что самая страшная эта трагедия Она все равно произойдет Это смерть Да И все, о чем может мечтать человек Пока он жив Что за гробом здесь ни слова не сказано Да, вообще в Ветхом Завете Об этом почти ничего нет Есть в некоторых местах Туманные намеки, но не более Пока он жив, он может надеяться на милость Божию Просто для того, чтобы получить какую-то радость Вот и все А разве этого мало? Разве это такая мелочь ничтожная? 90-й псалом ответит на этот вопрос Субтитры создавал DimaTorzok